Здравствуйте, дорогие друзья! Вторник, 3 августа, и вот какие сороки принесли новости на хвосте. Начну с символизма. Светофор на перекрестке Первомойского проспекта и улицы Дзержинского. Два дня он не работал. Власти объявили о том, что он заработает в среду. И неожиданно для власть придержащих. Сегодня, во вторник, он заработал сам собой. Почему в этом я вижу некий символизм? Да в том, что все, может быть не все, но многое в Рязани перевернуто с ног на голову. Тот, что должно быть государственным, к сожалению, принадлежит частным людям, частникам. Вернемся к светофору. Смотрите, светофорное хозяйство, как система управления дорожным движением. Вы думаете, она муниципальная? Вы глубоко заблуждаетесь, дамы и господа. Она принадлежит депутату городской думы, а по совместительству бизнесмену Роману Худякову. Для этого отведено хорошее помещение в старинном доме прямо в самом центре Рязани на Первомайском проспекте. На самом его начале. Вот там и располагается центр управления дорожным движением в городе. Вот поэтому власть в Рязани и не знает, когда заработает светофор. Это же касается, к сожалению, и хлебушка. Значит, один из телеграм-каналов, я не разделяю до конца его радикализм, но все-таки, смотрите, был третий хлебозавод, нормально работал, потом все хуже и хуже. Появилась некая мадам, как говорит этот телеграм-канал, которую зовут Ирина Гончарова, и за которой очень активно выступала предводитель единороссов в Рязгороддоме Елена Волкова. Так вот, Гончарова вместе с Фединым, которого причисляют к клану Купера Юрия Куприянова. Значит, этот хлебозавод успешно аннулировали. Я это не утверждаю. Это я все беру из свободных источников о том, что сороки приносят на хвосте. Правда это нет, судить вам. Так вот, они его успешно аннулировали, на его месте создали какое-то модное, ныне за умным названием предприятие, по развитию бизнеса, чего-то, чего-то. В общем, где собираются рязанские хипстеры. И весь упор был, извините, это первый хлебозавод, я, конечно, оговорился, весь упор был на третий хлебозавод. Но, увы и ах, так доуправлялись муниципальные власти, что ему скоро придет каюк. Уже губернатор, губернатор ему позже, губернатор об этом заговорил. Как так? Остановите развал хлебозавода. Да вы что там, в городе совсем, что ли, страх потеряли или разучились руководить? Наверное, и не умели. И, судя по тому, с какой скоростью катится в пропасть областной центр. А тем временем сообщает, что Алексей Сухов на месте своего магазина, где он выступал в роли сомелье, на перекрестке Подгорной и Свободы откроет лавку по продаже хлеба собственного производства. Ну что ж, сейчас это модно. Но, поверьте мне, при всем моем уважении к Алексею Сухову, он не сумеет накормить большую часть населения города, которая будет потреблять коломенских хлебушек, ну, говорят, не без протекции власть придержащих из Рязани. Ну, а теперь, медленно, но верно, перейдем к губернатору. Сегодня было заседание правительства. Две знаковых вещи. Первое. Уволили Андрея Устинова, министра ТЭК и ЖКХ. Уволил Любимов. За что? Ну, за то, что все плохо в рязанских дворах. Как будто у нас нет администрации города, кто непосредственно отвечает за порядок в этих самых дворах. Нужна была очередная жертва на алтарь политической борьбы, на заклание. И Устинов в этом роли выступил. Далее второе. Что сделал Николай Любимов. Сегодня я освобождаю вас от всяких так заумных. Они очень любят это заумные речи. Я туда-сюда говорю только фактологию. Значит, Любимов заумными речами подвел к тому, что некоторые предприятия Рязанской области требуются... Некоторым предприятиям требуется помощь. И по счастливому обстоятельств... По счастливому стечению обстоятельств помощь как раз в первую очередь понадобилась полной тезке жены губернатора, которая руководит фирмой, получающей субсидии с федерального бюджета. Денег стало не хватать. И глава региона решил подключить областной бюджет. Ну что ж, на этом пока все. Завтра будет новый день. Завтра будет середина недели. И я попытаюсь провести небольшой анализ того, что же случилось за уходящие 7 дней. Всего доброго. Берегите себя. Жара спадает. Поэтому, я думаю, все будет нормально. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok